Всем привет! Добро пожаловать на мой канал снова! Меня зовут Юля и в сегодняшнем видео мы поговорим с вами о моих разочарованиях 2020 года. После этого видео у меня будет серия видео о фаворитах и так далее. На чате решила почему-то именно с разочарований. Почему? Потому что мне самой нравится гораздо больше смотреть о том, что же там людям не понравилось, чем то, что понравилось. Я считаю, это будет интересным видео, в котором я расскажу вам обо всем, что не понравилось мне и что я считаю, ну вот прям, ну не стоит денег и внимание тоже, да, потому что когда ты покупаешь товар на обзоры, ты иногда покупаешь это просто потому, что нужно сделать обзор и в общем итоге накапливается такая, знаете, гора товаров, которая в общем-то, ну не прям вау, от которой хочется избавиться. И, кстати, я тоже буду делать скоро, скорее всего, деклатор. Я все-таки понимаю, что так как Новый год у нас скоро приходит, хочется избавиться от каких-то ненужных вещей, которые накапливают энергию, понимаете? Надеюсь, вам будет интересно. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии, подписываться, если вы этого хотите. И давайте начинать. Поехали! И, наверное, будет очень логичным начать именно с праймеров. У меня не так много праймеров, которые мне не понравились в этом году на самом деле. Первый праймер, который мне вот вообще никак не зашел, это праймер от NUX для век. Я купила его на Амазоне и, в общем, непонятно, то ли это подделка какая-то, то ли он сам по себе такой, но он просто ужасно работает как основа под тени. Тени очень плохо ложатся. Я никогда не встречала в жизни такого ужасного праймера на самом деле. Однажды моя подружка пришла в гости ко мне, я сделала ей макияж с использованием палетки от Наташи Диноны, Glam. И я просто была в шоке, насколько этот праймер сделал тени ужасно выглядящими. Поэтому этот праймер я не могу вам порекомендовать 100%. Может, если он у вас был, вы сталкивались с тем же. Пишите в комментариях, будет очень интересно узнать это. Другой праймер, над которым я все еще думаю, я не уверена, нравится ли он мне или нет, это праймер от Huda. Праймер шел вместе с ее основой, стиком. Мне она очень нравится, обожаю ее. Сегодня она на мне тоже. Пользуюсь каждый день и, на самом деле, это идеальная основа, как я считаю, на ежедневную носку. И этот праймер обещает нам супер увлажнение кожи и он идеально как раз-таки с этой стиковой основой. И, знаете, вопрос возникает, а почему на втором или третьем месте здесь находится спирт, если он увлажняющий? В общем, я иногда им пользуюсь, когда прямо вот я знаю, что у меня кожа супер увлажнена. Так или иначе, чувствуется какая-то спиртовая основа у этого праймера. Да, он очень классно делает так, что основа ложится на лицо, но зачем называть праймер, что он увлажняющий, если там имеется алкоголь? Может, я чего-то не понимаю. И, наверное, поэтому я к нему отношусь с такой, знаете, осторожностью, стараюсь использовать его как можно реже. Следующий праймер от Rare Beauty. У меня полный размер. И, на самом деле, когда я делала обзор, ну, я думала, зачем не купила полный размер, почему я не купила маленький? Но мне хотелось именно взять это в полном размере, просто потому что, если покупать, то уж по максимуму, как мне тогда казалось. Я не знаю, почему не нравится он мне, наверное, потому что в нем нет никакого аромата, никакого такого приятного запаха. Мне нравится, когда в праймерах что-то имеется такое, что заставляет тебя ими пользоваться еще и еще. Да, он дает такой, знаете, нормальный, красивый блеск, но с таким же успехом я могу взять любой свой другой праймер и добиться такого же эффекта, но лучше. Я понимаю, что немногие люди любят запахи в косметике, но я не отношусь к таким людям. И поэтому я не могу сказать, что это что-то революционное и то, что вот я буду советовать всем друзьям, знакомым, подписчикам. Поэтому этот праймер ничего особенного, просто обычный праймер, который делает так, что кожа сияет. Ну, то есть ничего особенного реально. Чуть не забыла про праймер от Бекки. Бека в этом году нас решила очень сильно удивить и также сорвать куш в виде денег, как мне кажется, потому что маркетинг, который они использовали, чтобы продать этот праймер вместе с их блеском, был настолько агрессивным и интересным, что люди покупали это чисто для обзоров. Понятное дело, что получить просмотры, да, на ютюбе. И мне было реально интересно, что это за чудо такое, за 30 с лишним долларов, да. Бека говорит, что это праймер, который, ой, праймер, я извиняюсь, не праймер. Бека говорит, что это невидимая тональная основа, которая позволит вам разгладить вашу кожу, а именно тон, который невидим, но он на коже, понимаете, это очень запутанно, но по сути это праймер. По сути это праймер, который блюрит кожу, который, ну, я не знаю, делает вашу кожу чуть более красивой, но ничего такого, знаете, революционного и максимально красивого вы не получите использовать этот праймер. Я его использовала летом иногда под макияж, ну, это было прикольно, он охладит кожу очень, очень приятно, в общем, им пользоваться. Упаковка, все такое, все на высшем уровне. Люди говорят, что этот праймер делает так, что он просто у них скатывается под тоном, например, или может скатываться уже на лице. Носить его просто как, ну, праймер, да, на голое лицо и ничего больше, это странно, как мне кажется, особенно если какие-то есть проблемы на коже. Нет, я так никогда не делала и не буду делать. Я считаю, что это красивая упаковка, это очень такой, знаете, умный, умно проведенный маркетинг, но не больше. Такой праймер для глаз, по-моему, уже последний праймер, это праймер от KVD Beauty, это тоже было что-то невероятно потрясающее, классное, революционное, что-то, чего не было на рынке, и это, в принципе, правда, на самом деле, это правда, согласна. Но какой же он липкий, ребят, это даже не смешно, на самом деле, он такой липкий, что невозможно наносить тени так, чтобы кисточка не прилипала к вашему веку. Я была в шоке, на самом деле, что такой революционный, инновационный праймер, который двухфазный, не делает ничего, кроме как дает мне липкость на моих веках. Это последнее, что я хочу, когда делаю макияж. Последний праймер, о котором я хочу поговорить, это праймер от ELF, это было в их коллекции, в их коллекции Retro Paradise, я делала на нее обзор. Праймер невероятно жирный, я знаю очень много американцев тем, кому понравился праймер этот, мне он не понравился, просто потому что это не та текстура, которую я хочу использовать по утрам. Супер жирная текстура. Я бы сравнила этот праймер от ELF с праймером от Laneige, он как тоже сыворотка-масло, но он, да, сыворотка-масло, наверное, но он не такой жирный, вообще не жирный. Он дает такое, знаете, изысканное сияние, не жирнет кожи, все просто идеально. Хотя, мне кажется, это, знаете, хороший такой праймер масляный, чисто в сегменте масс-маркета, возможно, кому-то нравится. Мне не понравилось, и они считают, что это, ну, стоит моих денег, которые я на него потратила. Дальше, давайте перейдем к теням. Самый интересный, наверное, как мне кажется, это тень. В этом году, мне кажется, было очень большое количество запусков, и я покупала все это, естественно, для обзоров, что-то я покупала для себя, но в основном это все было вот именно для YouTube-канала моего. И за этот год у меня накупилось очень большое количество палеток, не всеми я пользуюсь, 100%. Есть из чего выбрать, конечно, каждый день, когда я крашусь, в зависимости от моего настроения, но это не те палетки, которыми я пользуюсь каждый день. Сейчас вы узнаете, какие это палетки. Первое разочарование, которое меня очень сильно печалит, потому что это не такая дешевая палетка, как ее другие запуски. Это палетка от Наташи Диноны Трайхром или Триахром. Я купила эту палетку просто потому, что она вышла, и она уже была в магазинах Сифор, и я поняла, что, в общем, я буду, наверное, одной из первых, кто сделает обзор на нее, но нет, кто-то меня опередил. Палетка стоила 139 долларов или что-то вроде того. Это самая большая цена за палетки у Диноны, наверное, одна из самых дорогих, как мне кажется. По крайней мере, у меня это самая дорогая ее палетка. И когда я видела промо-фото, я, в принципе, ну, понимала, на что иду, я видела эти постельные оттенки, я подумала, что, ну, окей, да, неплохая палетка, все классно выглядит, но, когда я купила ее, я притащила ее домой, я открыла ее, я увидела, насколько цвета этой палетки, они не мои. И я уже говорила это в своем обзоре, что это не то, что я буду использовать каждый день, и так и получилось, я использовала ее ровно один раз, когда я делала обзор, и все. После этого как-то моя рука даже не тянулась к ней, как это ни странно или странно, но, в общем, да, нет, после того раза все, я даже к ней не притрагивалась. В принципе, сейчас, смотря на эту палетку, я вижу, что здесь есть очень красивые вот сиреневые оттенки, сиреневый ряд, который, в принципе, очень подойдет к моей кофте. Но остальные оттенки, это вот такие желтые, какие-то постельные, оранжевые, но это не мое. И еще, к тому же, как тени эти ложатся на века, мне не понравилось ни разу, очень такой постельный вид теней, то есть они, ну, едва видны, я не знаю, как это еще объяснить. Посмотрите мой обзор обязательно, если вы хотите узнать больше об этой палетке, это, знаете, больше для коллекции, что-то вроде вот показать. Эта палетка у Динона была самая, та палетка, которая мне понравилась больше всех, и самая дорогая тоже, вот. И не так много людей, на самом деле, которые сказали, что эта палетка прям, вау, очень классно. Три триохрома, это также не очень много за палетку, которая называется триохром, и за которую вы платите 130 с лишним долларов. Я не считаю, что это уважение к покупателям, которые являются фанатами твоей работы. Дальше у меня есть две малышки от Rare Beauty, если, наверное, сейчас подумать, половина вещей, которые у меня есть в коллекции от этого бренда, мне не нравятся, на самом деле, как бы я не старалась, в общем, заставить себя, чтобы они не нравились. Эти палетки я купила, опять же, на обзор, потому что, ну, я посчитала, раз я делала обзор на Rare Beauty, всю коллекцию бренда, да, я должна была, ну, почему-то их также купить. И эти палетки очень милые, они очень красиво выглядят, очень такая, знаете, минималистичная упаковка, и в то же время в ней есть какая-то своя красота особенная, да, и они также очень компактные, что всегда классно. Палетки не очень дорогие, каждый из них стоит по 25 долларов, и это очень достаточно такая, знаете, нормальная цена для палеток из, скольки, шести оттенков. Этими палетками я пользовалась, наверное, от силы два раза, просто потому что мне не нравится цветовая гамма этих палеток. Эта цветовая гамма, в принципе, хорошая, да, то есть здесь все более-менее, как, знаете, в моем стиле, я люблю, обожаю фиолетовые, сиреневые цвета, то есть это круто. Другой момент, который касается, почему эти палетки так, не так зашли именно мне, потому что здесь одни чистые шиммеры, то есть здесь нет матовых оттенков, и, в принципе, да, это очень даже реально использовать эти оттенки, ну, шиммерные, как основные цвета, но, не знаю, некоторые люди, такие, как я, например, привыкли использовать и матовые, и шиммеры, а так, получается, мне нужно использовать и эту палетку, и какую-то еще вспомогательную палетку, то есть это немножко затрачивает мое время, да. Я считаю, что эта палетка, конечно, гораздо более летняя, чем она, вот, зимняя или осенняя, и, скорее всего, эти две палетки, они у нее были немножко запоздалыми, они должны были выйти именно летом. Вторая палетка, ну, многим она понравилась, кстати говоря, больше всего, мне цвета эти вообще даже не близки, я не фанат их, и, вполне возможно, летом я ей буду пользоваться, хотя, кто знает. Не могу сказать, что это must have, и что это, так или иначе, показывает вам, что это за бренд Rare Beauty, понимаете? Цена хорошая, 25 долларов это очень-очень доступная цена для шести оттенков теней, но, по моему мнению, в этих тенях нет ничего прям такого очень особенного. Следующая палетка у нас, большая палетка от Патрика Старра, которая называется One Size, и эта палетка, она интересная. В начале, когда я увидела превью этой палетки в инстаграме, и также Патрик Старр вышел с видео, в котором он рассказывал о том, что это за палетка, с чем он выходит, я такая, вау, какая классная палетка, я хочу ее, в особенности из-за вот этого оттенка Мок Мачо, извиняюсь, Мачо. Очень интересная цветовая гамма, на самом деле, сперва кажется, что все оттенки ты будешь использовать каждый день, и это правда, они действительно уникальны в своем роде, что-то в этом есть. Однако, чем больше я пыталась, наверное, сделать так, чтобы моя рука тянулась к этой палетке, тем меньше, вот, что я имела в виду, мне хотелось ей пользоваться. В принципе, если вот так подумать, да, со стороны, это обычная цветовая гамма, которую вы можете встретить почти в каждой палетке вашей, скорее всего. То есть, ничего такого прям, знаете, революционного здесь нет, потому что это все-таки его первая палетка, он решил сделать так, чтобы она нравилась каждому, да, чтобы ничего такого не было, желтого, оранжевого, как в палетке у Наташи Диноны. По качеству я могу сказать точно, что это не самая лучшая палетка, которая у меня есть, наверное, поэтому я, в общем, не так часто к ней прибегаю. Матовые оттенки здесь не такие прям супер-классные, я не знаю, почему. Эта палетка, кстати говоря, была на сифоре на распродаже какое-то долгое время, насколько я помню, со скидкой 50%, что очень даже круто. Но, с другой стороны, понимаем его, потому что палетка не так легко, наверное, продавалась. Следующая палетка от, наверное, моего любимого бренда Наташи Диноны, это маленькая палетка Mini Zendo Palette. И эта палетка изначально мне понравилась очень сильно, по тому, как она выглядела в промо-фото, по тому, как она сфочилась, а именно я говорю про шиммеры. Однако, я помню, что когда я сделала обзор на нее, я такая, вау, какая классная палетка, супер-пупер, все, берите ее, не пожалеете. Однако, когда я использовала ее повторно, там, 2-3 раза еще, я поняла, что в ней чего-то не хватает. Чего? Это именно пигментов, пигментов в шиммерах. Шиммеры здесь невероятно-невероятно такие мягкие, и очень сложно они передают пигмент, как ее остальные шиммеры в больших палетках. То есть, реально, вы можете видеть, что этот оттенок, который называется, по-моему, у нас Bare, я надавливаю на этот оттенок, у меня уже здесь есть такая яма в этом оттенке. Настолько я пыталась выманить пигмент у этого оттенка, но это сложно. Здесь потрясающий подбор оттенков, это 100%. Палетка супер такая, знаете, осенне-зимняя, как мне кажется, но что-то с ней не так, я не знаю, что. Не та пигментация, нет того, знаете, эффекта, вау, какая классная палетка, я хочу пользоваться ей еще и еще. Когда я использую эту палетку, я всегда использую какую-либо другую палетку в помощь, чтобы помочь растушевкой, или чтобы получить какие-то более активные шиммеры, я использую что-то другое. Палетка, конечно, разочаровала, потому что все остальные почти палетки от Таши Диноны в маленьком размере, они, как правило, ну, достаточно хорошего качества на самом деле. Палетка, которую, наверное, очень и очень многие слышали, это палетка от Nabla, их Miami Lights Collection, у них недавно вышла другая палетка в другой цветовой гамме, но тот же принцип, очень невероятно большие блестяшки, которые могут даже царапать глазам на самом деле. Проблема этой палетки в том, что в ней как очень большие блестки, так и с ней достаточно нелегко работать, то есть я сегодня даже пыталась сделать макияж с этой палеткой, и я сделала его, но потом как-то вот что-то не то пошло. И мне кажется, что это все потому, что оттенки наносятся не так, как они выглядят в рефилах, то есть вы можете увидеть, что это очень красивый такой белоснежный оттенок, но на деле это как такой дуахром, и, знаете, вот это чувствуется, как вот скраб для губ, что-то вроде того, такая текстура. Красиво, но больше похоже на блестки с чешуей, что-то вроде того. Я пыталась сегодня нанести их вот сюда, и в итоге я нанесла тени от Эльф. Не знаю, это очень сложная палетка, и мне очень приятно с ней работать. Предпоследняя вещь, которая мне не очень зашла сильно, это тени от MAC, однушки из их коллекции Frosted Fireworks. Я делала обзор на ее коллекцию, мне понравились очень сильно помады, мне понравились блески, и, наверное, это все, хайлайтеры тоже понравились. Тени это единственный момент, который мне не очень сильно понравился. Почему? Потому что эти тени, они не такие пигментированные, да, они очень красиво выглядят, очень так по-праздничному, не тянется рука к ним, во-первых, во-вторых, не те оттенки, к которым я привыкла, скорее всего. Почему я купила именно такой цвет розовой фуксии, я не знаю. Но я купила его, и теперь иногда, когда я даже наношу этот оттенок на веки, я почему-то прибегаю к другой палетке, чтобы как-то все это более красиво, лаконично и законченно смотрелось. Более пигментированно тоже. Стоили они, по-моему, около 20 долларов, сейчас можно их купить за 13 долларов на американском маке, то есть сейчас везде скидки. И немножко печально, когда ты покупаешь что-то за полную цену, а уже оказывается это на распродаже, и как бы уже, ну, это не имеет такой ценности, как раньше. Следующая палетка, которая у меня не очень прямо-таки однозначные чувства, наверное. У нас, наверное, уже сегодня очень много палеток, да, в этом видео. В общем, это будет палетка от Urban Decay. И я не уверена, вот прям 100% нравится ли она мне, или она меня раздражает. Нет, не раздражает, конечно, но просто это не та палетка, которая у меня вот опять же тянется рука. Возможно, я та девушка, которая просто без ума от нюдовых оттенков, от всяких нюдовых смоки. Эта палетка, знаете, чисто вот палетка, которая, ну, я считаю, праздничная, летняя. Здесь достаточно хорошие шиммеры, на самом деле. Они прикольные, да, то есть если у вас настроение есть заниматься вот нанесением шиммеров, то почему нет? Слышала, что здесь не понравились людям вот эти матовые оттенки, они не очень хорошо себя ведут. Вот я могу сказать, что они неплохие, то есть не прям, знаете, ужас-ужас. Нормально, то есть мне кажется, что я купила эту палетку, потому что она вышла, то есть это был эффект вау, если честно. Ну и, конечно, дизайн, и для коллекции тоже я купила ее. Я не знаю, мне кажется, что вот когда дело касается палета Курбан Дике, это моя первая за очень долгое время. И, к сожалению, я не знаю, почему у меня больше тянется рука именно к Динони, вот что-то вроде того, что-то такое, что я знаю. Единственный момент, который меня, наверное, очень сильно радует, это то, что в этих тенях имеется турмалин. Это тот элемент, который якобы делает так, что настроение у вас улучшается. В общем, все круто. Турмалинчик, который делает так, что тени классно ложатся и дарят вам хорошее настроение, что-то вроде того. Это правда, на самом деле, там есть турмалин, на самом деле. Но я не знаю, насколько эти тени будут, знаете, как сказать, актуальными для меня в следующем году. Это все-таки немножко более яркая и эксцентричная палетка, как мне кажется, для таких девушек, кто любит ньют. Поэтому, может, если вам нравится эта палетка, пишите в комментариях, что вы думаете о ней. Мне будет интересно узнать, ну, в общем, что вы думаете о некоторых товаров из моего видео. Палетка от Вейна Госса. Нет, это не новая палетка. Это палетка самая первая его, которая вышла. Когда я видела промо этой палетки, я почему-то посчитала, что, ну, вот, мне она понравится, потому что это ньют. Кто не любит такой, знаете, настоящий хороший ньют, хорошего качества. Палетка не дешевая. Она стоила больше 50 долларов. Это точно. Она у меня лежит. Я иногда ей пользуюсь. Не могу сказать, что вот я прям без ума от формулы. Нет, я не могу сказать, что она прям какая-то революционная и новая формула, которая заставляет меня пользоваться этой палеткой. Единственный оттенок, который мне очень и очень понравился, это вот, наверное, два шиммера. В особенности вот этот шиммер. Он потрясающий, очень такой, знаете, насыщенный. В нем очень много блесток шиммера, и он очень и очень дорого смотрится. Наверное, это единственный оттенок, который мне просто безумно нравится. Я рада, что я не купила его синюю палетку, в которой также можно видеть такой же черный оттенок. И очень такие постельные, едва заметные оттенки на коже. Все-таки это чуть поудачнее палетка у него. Но мне кажется, что вот если бы я была чуть постарше, возможно, я бы была счастлива от того, чтобы использовать эту палетку каждый день. Последние палетки, которые у меня тоже лежат без дела. Я не могу сказать, что они ужасные, но что-то в них есть, что меня отталкивает. Я не знаю, что. Я не знаю, ребят, возможно, потому что эти палетки, они сделаны в Китае. Мне не так хочется ими пользоваться. Определенно, это неплохие палетки. То есть, да, на повседневку это самое то. О, возможно, у меня слишком много худа сейчас, и вы скажете, что Юля, у тебя столько палеток, которые тебе не нравятся, которые ты ненавидишь. И это неправда на самом деле, потому что я так или иначе пользуюсь, стараюсь пользоваться всеми палетками, которые у меня есть. Другое дело, есть те палетки, которые прям вот, ну, не хочется использовать, вот не тянется рука, нет настроения. И, в общем, это как раз-таки тот случай, наверное. Мне кажется, что из всех трех палеток мне больше всего понравились вот именно вот эти две палетки. Эти палетки не так вот прям мне запали в сердце, как другие палетки, которые у меня есть в коллекции. Дальше, давайте поговорим о румянах. У меня не так много румян, которые мне не понравились в этом году вообще. Их очень мало, но не есть. Первое, это будет бренд, который называется Pixi. Я купила это в магазине Target, потому что я увидела цвет, и я такая, вау, как красиво смотрится это. Да еще и это в стике, что-то новенькое. Придя домой, я увидела вот это. Это такая, знаете, текстура масляная. Да, это стик, но он невероятно-невероятно как жирный. Супер странно и выглядит, и, в общем, чувствуется цвет. Он слишком яркий, как мне кажется, какой-то такой фуксиный цвет. И, что самое интересное, после какого-то времени этот стик сломался у меня, и мне пришлось его вставлять туда. И я не знаю, как он там держится еще, но держится. Немножко обидно, потому что это стоило в районе 20 долларов. И за эти деньги я могла купить бы что-то гораздо-гораздо более лучше, но что-то в более таком высоком сегменте, в более люксовом сегменте, наверное. При нанесении этих румян вы чувствуете на вашей коже вот этот вот жир сам, и румяна, они не закрепляются, они не высыхают, и они вот остаются таким, как масляным пятном на вашей коже. Представьте, если еще лето, это все будет жирниться еще больше, и вы будете как, ну, жирный блин, не меньше. Не поняла эти румяна, и, в общем, цвет тоже, мне кажется, он, ну, немножко немой, хотя мне казалось, он будет очень хорошо освежать лицо, но нет, это реально же зачарование. С момента, как я их купила, ни разу не воспользовалась ими, может, два раза, и все. На второе место я поставила бы румяна от, опять же, Selena Gomez, ее Rare Beauty. Это румяна в оттенке Joy, да, это самый красный румяна, который я когда-либо пробовала, на самом деле. Они супер пигментированные, они, по-моему, это матовая текстура румяна, не написано на упаковке, но, в общем, на самой упаковке, да, картонной, было написано матовая или сияющая. У нее вышло несколько текстур и матовая, и сияющая, мне гораздо больше понравились ее румяна в оттенке Bliss. Это прям вот, ну, такой, знаете, идеальный цвет, какой-то такой пыльной розы, приглушенный розовый, супер классно смотрится на повседневку. Но эти же румяна, я не знаю, как их носить, потому что даже нанеся капельку румян, просто капельку румян, вы будете увидеть и ощущать, конечно же, этот пигмент, который невероятно сильный. В общем, я купила, наверное, этот оттенок просто потому, что о нем очень много говорили. Да, он очень вкусно пахнет, но я даже не знаю, наверное, не тот оттенок, который мы, который вот я хочу или вы хотите носить на повседневку, потому что он немножко чужеродный, мне кажется, для моего типа кожи, цветотипа моего. Поэтому, как я их купила, так они у меня и лежат. И, к сожалению, я не думаю, что это возможно передарить их кому-то, потому что они уже побывали у меня на лице, я в них свой палец свала, правильно? Поэтому не думаю, что что-то произойдет, но, в общем, пускай они пока будут, как, знаете, память о бренде Hair Beauty. Когда дело касается хайлайтера, который меня очень-очень разочаровал в этом году, это будет хайлайтер от Purr и их коллаборация с Barbie. Я покупала всю коллекцию их от теней, румян и хайлайтера, и блесков, и помад. А хайлайтер, наверное, это тот момент, который меня разочаровало больше всего в этой коллекции. Почему? Потому что хайлайтер, он весьма и весьма необычного цвета, не повседневного. Он чрезмерно золотисто-желтый. Я наносила его, может, пару раз на повседневку, и я поняла, что это смотрится не очень. Это смотрится, как будто ты идешь на какой-то праздник, смотрится очень не к месту. И, в общем, я немножко печально, что я, наверное, взяла его, потому что, ну, он смотрелся очень и очень красиво на сайте их, но вот такой золотой оттенок, не каждому подойдет этот оттенок, и поэтому, я не знаю, это, наверное, больше, как, знаете, для коллекции, наверное. И еще, к тому же, очень не хочется разрушать вот этот вот, этот узор на хайлайтере, но, в общем, да, больше, как для коллекции, и, может быть, на какое-то очень жаркое лето, а так, это разочарование. Я тут поняла, какая тональная основа самая ужасная, как мне кажется, в этом году, это, опять же, бренд Rare Beauty. У нас сегодня много очень Rare Beauty, это их основа, которая у нас в оттенке 180W, она сделана в Канаде, и она обещает нам быть невероятно такой легкой, мягкой, как вторая кожа, и, в общем, да, сияние кожи, все, что нужно вам от основы, да. Эта основа, я слышала очень многим людям, мне понравилось, изначально я тоже не понимала, как так, почему не нравится она никому, мне она нравится, воспользовавшись ей, может быть, раз 5, я пришла к выводу, что она просто двигается по лицу в течение всего дня. Неважно, если даже вы закрепите ее каким-то, какой-то пудрой, все равно она к концу дня, к середине дня, или даже через несколько часов, вы можете увидеть, что она как будто бы уходит с вашего лица, расслаивается, и неважно, какую я пудру использовала даже, кстати говоря, она все равно куда-то уходит. Эта основа, наверное, должна была быть, как мне кажется, жемчужиной всей коллекции Rara Beauty новой, да, но сколько раз не пробовала эту основу, я не понимала ее. Да, она очень классно пахнет, у нее, ну, достаточно, все-таки, мне кажется, идеальный цвет для меня, но как она сидит на лице, это просто вот жалко, жалко денег, что были потрачены на эту основу, и уже не вернуть ее. Я помню, что один блогер русский, который живет в Калифорнии, она отдала эту основу обратно в магазин, и я думала, зачем в магазин, серьезно, хорошая же основа, она на самом деле, она, ну, прям, наверное, самая худшая, вот, реально, основа, к которой у меня не тянется рука, потому что, зная, как она показывает себя в действии, нет, спасибо, я лучше прибегу к своей худи-бьюти, я знаю, что это что-то, что хорошо сидит на моей коже. Дальше, давайте поговорим о блесках, у меня есть парочка коллекций блесков от разных брендов, и, как вы можете уже видеть, в моей руке первые, первые блески, это блески от Fenty Beauty, когда эти блески вышли, все, так же, как и с прошлым запуском их крем, кремовых блесков, все были в шоке, в восторге, вау-вау-вау, Fenty Beauty круто, а когда я купила их, я была тоже в восторге, и я многого ожидала, но, к сожалению, мои ожидания не оправдались, почему? Потому что у этих блесков невероятно странный привкус какого-то прогорклого масла, и сколько раз я не пыталась как-то нанести их так, чтобы, ну, в общем, блеск этот не попадал мне в рот, я не чувствовала этого вкуса, этих блесков, невозможно, все равно вы чувствуете этот вкус, и он ужасен, я не понимаю, как вот, ну, люди поют оды этим блеском, когда они так ужасно пахнут, там в составе очень много, большое количество, кстати говоря, масел, и, в общем, наверное, поэтому у них такой вкус, я считаю, что, наверное, это один из самых ужасных запусков в Fenty, не знаю, не знаю, кому понравилось это все. Дальше мы переходим к бренду Elf, Elf вышли со своими бальзамами для губ, которые называются Right or Die, я взяла три оттенка, так же, как и с блесками от Fenty, кроме белого, самого прозрачного оттенка, и, в общем, когда я покупала их, я слышала такие оды, американцы пели этому блеску, что вот, он не липкий, он супер классный, увлажняет губы, дешевый, да, он дешевый, стоит, по-моему, 5 долларов за вот такой тюбик, и оттенки, на самом деле, очень даже прикольные, но, ребят, какой он липкий, я не знаю, во-первых, тут нет никакой помпы или какого-то аппликатора, чтобы нанести эти блески, да, то есть вам приходится использовать свой палец, потом палец, он липкий, вам нужно использовать какую-то, не знаю, салфетку, чтобы убрать липкость палец, но он все равно остается липким, и, в общем, я пытаюсь их уже, чтобы они у меня закончились, не знаю, не знаю, я не доверяю иногда мнению американских блогеров, потому что они, ну, все пытаются, да, типа, вот Эльф, такая классная компания, чтобы Эльф коллаборировали с ними, возможно, я не поняла их, честно, не поняла, красивые цвета, да, липкий, и еще, к тому же, у них немножко специфический такой запах, как и в коллекции Retro Paradise, у меня, кстати говоря, есть их хайлайтеры для тела, они больше для тела, и у них такой же запах, знаете, такой какой-то запах тропиков, но это очень странный запах, который, вот, ну, не очень приятен, вот эти, кстати, хайлайтеры тоже разочарование года, потому что они выглядят белым и золотистым, на деле же они оба золотистые по цвету, наверное, уже у нас очень много всего, да, из разочарований года, как-то, мне кажется, это видео будет длинным, в общем, следующее, о чем я хочу поговорить, это, наверное, будут три последних вещи, Fenty Beauty, их уход за кожей лица, и это их тонер-сыворотка, очень приятно пахнет, мне нравится аромат, однако по составу это, наверное, один из самых, ну, худших составов, которые можно найти в сыворотке, в сыворотке тонеры. Почему? Потому что здесь есть гомомелис, гомомелис при частом использовании может сделать так, что ваша кожа не будет такой увлажненной, и, в общем, возможны высыпания, что-то вроде того, то есть там целая есть теория насчет того, почему здесь положили гомомелис в составе, и почему плохо пользоваться этим тонером, помимо того, что он такой ароматный. Мне печально, что из-за гомомелиса, из-за вот таких больших отдушек, так же, как и в ее креме, которым я сегодня намазалась, тоже не так часто им пользуюсь. Очень печально, что из-за всех вышеперечисленных моментов этот продукт не так часто можно использовать, хотя очень были высокие надежды на продукт этот, на самом деле. Камера села. Продолжим. Другое разочарование, которое также из коллекции Rare Beauty, это их спрей. На самом деле, этот спрей, он показался мне сначала очень интересным, потому что спреи всегда нужны, мне всегда хочется пробовать разные новые спреи. Этот же, он на масляной основе двухфазный, конечно, также к спрею от Milk Makeup. Вот, очень странный аромат. У него такой аромат, как будто, знаете, вот, ну, прогорклое масло, вот, очень близко к прогорклому маслу. Неприятный аромат, скажем так. И я не увидела какого-то глобального результата с этим спреем. То есть, да, он прикольный, но что я пользуюсь этим спреем, что нет, ничего прям такого вау я не вижу. И макияж, в принципе, не могу сказать, что прям намертво остается на лице, как, допустим, если я использую спрей от Milk Makeup или спрей от Urban Decay. Спрей этот не оправдал себя. У меня вызвало большое разочарование. Это умывалка от Pixi с ароматом розы. Называется она Rose Cream Cleanser. И это очень плохой аромат розы. То есть, аромат розы такой, что не хочется пользоваться умывалкой вообще. Я купила ее, потому что у меня не было в тот момент ничего, чем бы я умыла лицо, я увидела в магазине ее, и такая, окей, роза. Нельзя было понюхать его, поэтому я приобрела. И оказалось, что это самый худший аромат умывалки в моей жизни, который я когда-либо вообще ощущала. Он ужасный. Не знаю, как можно было сделать такой неудачный аромат для умывалки в Pixi. Серьезно. И, наверное, последнее, что меня разочаровало в этом году очень сильно, причем это хайлайтер от Makeup by Mario. Это такой, знаете, люксовый бренд Makeup by Mario. Именно это средство очень многим людям показалось немножко странным. Что Mario говорит нам? Это хайлайтер, да, в такой гелевой форме, который не липкий. Внимание, он не должен быть липкий, ни в коем случае. И, что вы думаете? Он липкий. Он липкий настолько, что прилипает все к вашему лицу, абсолютно все. Волосы, кот, все что угодно на самом деле. Настолько он липкий. Этот продукт, возможно, будет очень хорош для фотосессии, для повседневной жизни, для нормального человека. А это продукт фейл на самом деле. Я не думаю, что кому-то он понравился вообще. Я купила его потому, что мне показалось, что он смотрится очень красиво в упаковке. Такой, знаете, продукт, которого как будто бы нет в упаковке. Смотрится очень интересно. Но, по сути, это как вазелин, который просто продается за, по-моему, около 20 долларов он стоит. 25 долларов, да. Поэтому я считаю, что это обман покупателя. Потому что, когда ты пишешь, что что-то не липкое, а это липкое, как можно доверять этому бренду, понимаете? Вот это реально печально. И, в общем, наверное, это все те продукты, которые меня удивили не в самом позитивном ключе, скажем так, в этом году. Этот год был очень богат на разные запуски, на косметику, на разные события. Я надеюсь, что в этом выпуске вы увидели что-то, что вам тоже не понравилось. И вы такие, о, мне тоже не нравится этот продукт. Просто ужасно. И пишите в комментариях, что вы думаете, и совпало ли у меня что-то с вашим мнением об определенном продукте. Будет очень интересно почитать ваши комментарии. Я все читаю, всем отвечаю. И, в общем, да, ребят, скоро увидимся в моем следующем видео, когда я буду говорить, возможно, о моих любимых продуктах. Или мы будем делать деклатор. Я все это пытаюсь равномерно распределить до Нового года. Поэтому, да, будет интересно. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии. Я желаю вам хорошего дня, прекрасного настроения, идеальных макияжных дней. Ваша Юля, я прощаюсь. Всем пока.